таинственный лес очень красив и таит в себе много загадок сегодня постараюсь вам это показать попал в интересное местечко я уже друзья мои на высоте не знаешь что я какой-то большой молодец но действительно под моими ногами и туда вниз начинается довольно захламленный спуск я вижу что внизу уже что-то просвечивает то есть там и сверкает это враг на дне которого бежит судя по всему бежит лесной ручей сейчас попробуем к этому ручью найти спуск чтобы его внимательно рассмотреть запомните такую вещь ручей в лесу это всегда жизнь открытие и какие то интересности и еще вдоль водоема вдоль ручья интересно передвигаться он обычно заводит во всякие такие укромные уголки леса так что будем к нему пробиваться действительно вот он ручей здесь он уже виден хорошо видно слегка как его гладь волнуется от течения или ветерка на впереди всем какое-то суровое место посмотрите страшные завалы куча древесных стволов лежат друг на друге давайте еще пройдем по берегу оврага вдоль ручей посмотрим что же это такое я чувствую себя в каком-то туннеле посмотрите было очень много упавших по свалившихся деревьев их распилили до чтобы хоть как-то здесь проходить что здесь происходит проходить происходило не знаю не знаю но хотя картина уже проясняется выходим снова сюда на берег ой ветка меня схватил на берег оврага и посмотрите посмотрите какие завалы стоят пни еловые 1 2 3 лежат стволы уже без коры лежат березы есть березы которые уже согнулись до под какой-то незримой тяжестью немного переводим сюда камеру тоже самое видите и это все ровно в одном месте леса то есть до этого мы не видели таких страшных завалов почему-то именно здесь именно здесь деревья чувствует себя плохо заболевают и падают я думаю мы не ошибемся если подойдя каком-нибудь стволу увидим изъеденную короедами кору вот например например сюда сейчас все не запланировано ну да смотрите что видно на вашу резкость кора в дырочках ведь эти дырочки считаем раз два три 4 5 6 и так далее вся кора этого дерева покрыта дырочками через эти дырочки под кору поступал воздух чтобы живое существо которое там было не задохнулась а что за живое существо скорее всего короеды посмотрим на кусочек коры здесь это кстати не так четко видно такая белая же вся грибами покрыты дерево это не очень не очень старая а ну вот вот да посмотрите на этот кусочек видите все в следах все в таких тоннель чеках а на оборотной стороне должны быть дырки до отверстия есть посмотрим просвечивать вообще будет 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 вот что с деревом вытворяет короеды а под корою дерево находится важные его части довольно тонкая под который в которой между корой и древесиной перемещаются все соки дерева от корней и наоборот из кроны от корней вверх и из кроны вниз поэтому короеды поражают очень ну такое бьют прямо в болевую точку жуткие завалы друзья и мы будем их обходить потому что лезть напролом через такие места это лишится времени одежды техники там чего угодно прошу любить и жаловать бородатый орешник говорили мы с вами про мох или шайник но такой шикарный мох встретишь редко посмотрите настоящая борода вот она еще часто этих веточках муха нужно видеть капельки застрявшие вот они здесь в какое любопытное место мы пришли вначале я стал рассматривать это бревно на предмет того не прибраться ли по нему как по мосту правда ведь логично но коры на нем нет и мои резиновые сапоги конечно сильно скользят а дальше я посмотрел что находится передо мной и видел следующее что с одной стороны у нас продолжает бежать ручей и вот и прямо передо мной прямо передо еще один овраг и по дну этого врага тоже бежит ручей то есть в этом месте куда мы с вами вышли встречаются два ручья и посмотрите на место их встречи ох вода как как будто кисель какой-то я надеюсь видна граница цвета посмотрите чуть выше вода серая такая мутноватая здесь она прозрачная и вот я сейчас наведусь посмотрите здесь прям разделение вот на темную и светлую будто бы две реки встречаются поверхность воды можно рассматривать бесконечно посмотрите на это как будто бы живая а если там внутри что-то живое сейчас в ноябре живет ли кто-то в таких ручьях чтобы ответить на этот вопрос надо просто заглянуть я хорошенечко и в глубину но перед этим постараюсь перебраться я пытаюсь разглядеть есть ли кто в этой воде живой но не могу не любоваться вот этой поверхности воды это это сумасшедшая вещь но смотрите покруче у колесика резкости и на дне мы видим какие-то земляного цвета червячки друзья природная родные объекты неживые они никогда не будут такими правильными здесь же мы видим что они лежат практически иногда бывает кристаллы да такие интересные камни любопытным образом сложены и сразу возникает вопрос не сложил ведь камень человек вот здесь явно кто-то потрудился и на дне остались остались следы его работы посмотрите вот эти трубочки я не берусь сказать сходу кто это у меня есть предположение но можно узнать только рассмотрев да взяв это и рассмотрев под микроскопом этим мы займемся в следующий раз потому что сегодня я хочу как можно больше пройти и как можно больше увидеть а вот это когда-то было высоченной крапивой человеческий рост даже выше и здесь наверно проходить было сложно а сейчас от былого величия остались только эти съежившиеся и висящие кое-как листья но не стоит обольщаться главная сила крапивы находится под землей там у нее долгоживущие корневище так что весной весной придем сюда отсюда полезет новая крапива чувствуете друзья я не случайно говорю что люблю исследования под ногами лес подкидывает нам всякие интересности и дает вглубь себя пробраться но мы конечно не сдадимся как только я хочу сказать вот сейчас мы пойдем туда на нашем пути появляется какая-нибудь интересная штука и мы никуда не идем просто стоим и разглядываем ее а время-то идет вот и время не безгранично но сил еще много ой здрасте это что такое какой-то овражище посмотрите наверное камера не дает ощущение глубины но здесь большущая яма попрек которой лежит осина что такое не знаю называется неожиданная встреча сейчас холодно а вот этот товарищ трудится не сдается и ползет ниточка приведет его вот сюда на еловые веточки не видно где у него крепеж но конечно трудяга что надо вообще насекомые паукообразные ракообразные это существа холоднокровные их температура зависит от того что снаружи до температуры среды вот паучок не очень активный как так передвигается натужно но не сдается молодец ой ой вот уж правда не ожидал встретить паука ноябрьском лесу я думал что это все на все один паук посмотрите сколько здесь этих паутинок все веточки оплетены паука пусть шутки Рутуруту, туруту, ту-ду, ту-ду-дум, 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 ту-ду-дум-ту. Что это, Бэримор? Это дождевик Баскервилли, сэр. Поможем же дождевику найти новый дом. Берем палку дождевика-выбивалку. ай ну давай даже девичок созрел ты или нет и созрел созрел и здесь замечательные изгибы делают ручей 1 2 3 по моему речки такие с кучей изгибов и это видно из космоса называется меан меандрированные а вот это все меандры насчет ручья прям даже не скажу пойдешь и внезапно перед тобой огромная щупается на самом деле не щупается ветка с очень характерный во-первых корой во вторых с очень характерные желтой хвои это хвойное дерево которая а вот еще ветки посмотрите ветки с очень характерными такими почками да такими вздутиями здесь раньше на этих вздутих сидели хвоинки такая ветка такая хвоя которая падает осенью и желтеет это ребята лиственница сейчас будем разыскивать собственно родителей этой ветки я решил немножко взглядом буквально по ней так скользнула тут раз на фоне такого лесного коричнево серого вдруг ой ой посмотрим ближе батюшки смотрите на ветки сумасшедшие какие-то шелтые золотые наросты это тоже желейный гриб или гриб дрожалка в грибах опять же я не силен точный вид вам не скажу но потрясу ветку и он должен не даже его потрогаю дрожит дрожишь не бойся раз дрожит значит дрожалка а здесь видно как когда этот гриб роз посмотрите видно вам он приподнимал кору вот он приподнял кору и вылез и потом уже на него упали хвоинки лиственницы прелесть вот они родители этой пресловутой ветки рядом с которой мы нашли дрожалку это все лиственницы посмотрите совсем другая кора не такая как у елки не такая как у сосны хотя сосну мы еще что-то не видели с вами и меня удивляет что эти лиственницы здесь растут каким-то эльфийским кругом уже был эльфийский ковер из мха а это настоящий эльфийский какой-то круг посмотрите над моей головой везде лиственница с рыжей красивейший хвой происходит нечто удивительное мне сейчас отвечает очень важная для меня птица слушать это был я это она она тут не одна слышите это первый вот суши все покричала птицы замолчала перестал отвечать но я вообще удивлен что именно эта птица как-то отреагировал на мой голос ну-ка еще раз попробуем повторюсь что с этой птицы я встречался в сибири в заповеднике столбы когда искал записывал звуки ловил зеленую пеночку никогда не думал что на вот так на голос может отвечать и пока не скажу кто это хочу еще еще больше к не приблизиться то есть как-то и увидеть сейчас я не видел только слышал напоследок снова видите дерево и ель с раной из раны выступает смола все покрыто лишайником стол подкрыт лишайником и на сучок на ветку этого дерева кто-то повесил старинную подкову посмотрите металл уже металл уже рассыпается поэтому лесу бродят всякие кладоискатели и пытаются отыскать здесь сокровища потому что как вы видите лес необычный здесь встречаются необычные деревья необычные места какие-то ситуации страны и люди верят что здесь есть сокровище почему бы и нет следующий раз расскажу вам почему именно в этом лесу можно отыскать что-нибудь интересное не только природное но и какие-то действительно драгоценности старинные предметы а на сегодня все